Продолжение следует... Друзья, всем привет! Сёрферы, бензинники, девианты, все, кто любит смотреть наши вечерние эфиры. Мы продолжаем. И сегодня у вас уже третий эфир. И в рамках вашего совместного, так сказать, проекта с Димой. Привет, Дима. Доброго вечера. Добрый вечер всем. Да, Дима Кадубин, с которым мы делаем эфиры с Польшей, с польскими экспертами, политиками и просто интересными людьми. И сегодня у нас будет, я думаю, интересная беседа с бывшим директором Белсата Агнешкой Ромашевской-Гузы, которая достаточно долго возглавляла этот канал. В Украине он известен, он вещал и вещает на Беларусь. И, в принципе, с учётом того, что сейчас в информационной политике Польши видны изменения, и, собственно говоря, после того, как актуализировался конфликт между Украиной и Польшей из-за зерна, из-за перевозок, то многие украинцы начали более пристально смотреть за тем, что происходит в польской информационной политике. И для себя открыли массу интересных тенденций. Вот об этом мы поговорим с нашей гостью. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, сегодня дематип. Да, я еще додал бы. Добрый вечер, паня Агнешко. Бардо нас чешит, что паня до нас завітала. Я тоже еще додам для наших відзывов украинских о пані информации о БелСАЧе. С 2007 года паня Агнешка очолювала БелСАД. И до 2024 года, буквально несколько недель тому, паня Агнешка была освободлена. Про это тоже специфичная ситуация, где идет уже не про украинско-польский конфликт, а про внутрешнюю польскую, можно сказать, політичную кризу. И отзначим, что одно из самых больших бюро БелСАД находится с 2023 года в Киеве. Ось. Ну, в этом есть очень много интересов и для Украины тоже от БелСАД. Мы поговорим о том, как, в принципе, такое транскордонное телебачение, которое нацелено, враховывая то, что мы близкие народы. Украинцы, поляки, белорусы. Как оно функционировало. Паня Агнешка саме так его развивала, что это не просто закордонное телебачение, а для наших сусидей. Ну, и, паня Агнешка, я думаю, рассказать про БелСАД, то, что мы должны знать, как он родился и как теперь обстоят дела у БелСАДа уже без пани Агнешки. Насколько это дорогое удовольствие для государства? Потому что в Украине постоянно ходят разговоры, к сожалению, дача разговоров это не заходит, о создании своего какого-то международного канала. И в этом плане я считаю, что Польша достигла определенных успехов, потому что БелСАД действительно является серьезным каналом, который, в общем-то, заметен и которому прислушиваются. И я сам в том числе, там, время от времени, там, смотрел передачи и ко мне обращались за комментариями. Поэтому это, ну, я как медийщик, я понимаю, что это сложная задача создать вот такой проект и в том числе и собрать ресурсы под его финансирование. Мы как медийщики это прекрасно понимаем. Вот. Насколько это дорого и насколько это трудоемко, как бы, там, вот, было создать такой канал? То есть, в общем-то, телевизия, а в общем-то, такая платформа мультимедиана, то есть дорога справа, то есть костовная. Потому что, в общем-то, нужно сказать, что здесь стоит качество, потому что можно, конечно, систь так, как я сейчас в покои и что-то наградать, но, если вы делали в студию, если у вас есть этих программ в течение, если у вас есть, если попробует делать программы в многих языках, а так в белых языках, так работает Бьефсад, так, работает Бьефсад, если до этого доходят порталы интернетовые, Но если до этого доходи, ну, вся, 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 вся группа людей занимающихся сечами социальными, социальными мережи, правда, так по-украинску się powie, то если кто, еще вся группа, которая занимает się tym, доходит до этого, если доходит вся экипа, которая занимает się, мы мами, Беусат ма 13 каналов, chyba 12, або 13 на ютубе в этой хвили, то есть вся экипа, которая занимает się tym ютубем, то есть около 300 людей. То есть на правде дуже претензище и то споро коштует. Oczywiście, ile то есть дуже, то очень важно от пропорции, то значит, как на, значит, Беусат коштует очень мало в поровнании до того, как на пыль, ну, не знаю, Радио Свобода, то есть, например, карантин, правда. Я себе сццовала, ile карантин коштует, то я думаю, что он коштует так, как минимум 1 третью меньше, помимо, что он только один язык, то есть по-русски, но это просто зависит от того, как осчезненнее себя это роби, как себя такое такое роби. Ну а если говорить о трудность, как трудно есть то заострить, то очень важно от świadomoсти класы политичной в данном краю, что это нужно. И тут очень часто очень трудно доказать. А помню вам, почему. Трудно есть доказать политиков, потому что обычно в такой ситуации, что телевизия закладывается по то, чтобы иметь силу политичную, очень часто. А в каждом разе, даже если их по то не закладывается, то в этот способ их использует. И так это тоже в какой-то мере, приятнее до pewного уровня в Польсце. Но для тех, которые так хотят использовать телевизию, наших видов, то есть виды Биусату не голосуют в Польсце. Они не голосуют на политиков в Польсце. В связи с тем, заинтересование политиков в Польсце, заинтересование декаденту, ряду, этого типа проекта, не таке латве в целе. Ну и в этом плане получается, что польская элита не очень отличается от украинской, потому что здесь точно такая же логика. Зачем вкладываться в какое-то иностранное вещание, условно говоря, если это не даст электоральный эффект. И соответственно, Украина свой Белсад так и не создала. То есть есть какие-то каналы, которые якобы ведут какое-то внешнее вещание, но на самом деле это смешно, потому что в сравнении с тем, чем является Белсад, ну это абсолютно дилетантский уровень. У меня такой вопрос к вам, как к медищику. А какие охваты были у Белсада? То есть вы понимали, условно, вот эта вот внешняя аудитория, там в Украине, в Литве, в Беларуси, там особенно, она какой являлась? Вот сколько сотен тысяч миллионов человек смотрели Белсад и смотрят? Это очень зависит от способа дотарства. То есть, во-первых, мы заседание сателитарной, то есть веще до каблового заседания. Мы на Литве, мы также также заседание на Украине. Мы также заседание сателитарной. На Беларуси, конечно, не мы кабла, потому что в России не мы кабла, но мы сателитарной. Не мы встани взбадать, веще всего, мы видим, что она смотритарная. Потому что, когда была была бiałорусская революция в 2020 году, в pewnем моменте практически выключено интернет. А в каждом разе, интернет был так волный, что вообще работал только телеграм и только текстово. Практически ничего не проходило через этот интернет. И вовчас, вещественно, мы видим, что идущих наших видов веруцило до сателиты, то значит, начали справлять, где у кого можно слабать этот беусат, чтобы себя чего-то доведеть. То есть сателита это таким бэкапом, то есть такой способ, в который можно доцинать. Сейчас, где мы можем что-то полицить? Ну, мы можем полицить в интернете, то есть, мы можем полицить в ютубе и можем полицить в сечах споэффицировых, можем полицить в гуглу засинги наших строн www. Какие то сон засинги? Ну, дуже, дуже. То треба powiedzieć себе так, что если чути о, если чути о Бялоусь, бо мы мами как бы те две части, есть чусть бяло-русско-язычна и чусть росысько-язычна. Если чути о Бялоусь, мы мы имели несущественное дуже засинги, но это было в 20-м. В 20-м и в засаде, практически в 21-м, это все начало гвалтовно уменьшать. В этой хвили Беусат является узнанным за организацией экстремистичной, то есть, что безусредно, по-просто, вселкие, даже наблюдание, уже не говорю, подание далее материалу Беусату, на Беоруси есть караны więзением. Безусредно. По-просто, мы такие приклады. Не mówiąc о том, что дали какого-лик коментаржа. В связи с тем, на п.п. на Телеграме мы имели около 100-тыс. 100-тыс. обслуживающих беоруско-язычного Телеграму. В той хвили мае двадцатьякилка. То нам так з'ехало от 20-го року. В Утовне люди начали си отписывать. Значи, мы, что oglонда меньше, ниж есть подписанных, ниж есть, ниж субскрыбую канал, ниж есть подписанных на канал в Телеграме. Тераз так, если говорить о YouTube, то беоруско-язычный YouTube Усюб miał troszkę powyżej pół miliona subskrybentów, в этой chwili ma 460 тысяч. То и так есть очень много, потому что Белорусь имеет 9 миллионов. 9 миллионов. Причем, сейчас отлично, немолента, мауэ дети, старушков, то я думаю, что это полмиллиона subsкрыбов, это очень хороший результат. И мы, по-моему, мы можем ствердить, в каких IP люди логируют, в каких локализациях, что еще две трети наших видов каналов Белсат News, потому что это главный канал информационный, логирует себя в Белоруси. Это для нас очень очень приятно, что это не из-за границы. И сейчас есть российские каналы. И те российские каналы, российско-язычные, это наш окрыт флаговый. И тут мы можем это замерить. Например, какие мы... Я в этой фиге так с памяти не помню всех наших рейтингов, но это с грубе десятки миллионов миллионов месяц. И, ко мне, это уже гробе миллионы уникальных видов, не только о бежеях, потому что это нужно тоже взять под внимание, что нужно проверить уникальных у житковников, или номеров IP. Например, в случае... На ютубе мы, о чем я помню, в случае этого акта террористичного под Москвой, мы примерно 1,2 млн, миллион тысяч, понад немножко, мили мы о бежеях. И так в засаде в наших главных программах так это выглядит. И то есть... Уникальных у житковников мы добрых миллионов месяц, так 7 млн. Уж не памятам, но мусила бы это проверить. По-просто, мы такой специальный милищный, аналитичный, не знаю, че он притрва, но, мам надзеј, аналитичный, который то, по-просто, целый час мерзи. И подобнее есть... И тут мы видзов, скот? По-первых, мы видзов взрослых. То есть около... понад 50% видзов видзов взрослых. Килканащие процент то са видзов взрослых. И тоже неокрећлона вилощь, то са видзов взрослых. Бо мамы теж видзов взрослых. Поро взрослых. ВПН-ы. То трудно ствердить. А я думаю, что это около 20%, а мейсша часть. То есть парадоксалне, дзивне, но на этих международных, росйско-язычных информациях этих бялорусских видзов есть неко меньше. А най-бище из росйских, потом певне бялорусские, потом украинские видзовы. В случае, как мы говорим о Казахстане, есть Казахстан, как мы говорим о Армении, то мы наглэ ормянецких видзов. Это тоже нам за каждым разом росло. Я, как панови видзов, мы говорим о нам, потому что я с этим как-то идентификуюсь. Но в каждом разе разумею через то Беусат. Так что такие, менее, эти рейтинги, они стоят до определенного уровня, но не до конца, потому что сателита всегда есть такую цемную личбом. А еще мы смарт-тв, апликации, апликации на телефон. Беусат смарт можно посмотреть, как есть апликации на андроида или на айфона. Можно посмотреть по-просто тоже онлайн и посчегольные программы можно посмотреть и можно Беусат News тоже снять. Две апликации беусатовские. Захинцам, Беусат. Прошу посмотреть в склепах. Я посмотрел, вот я зашел на YouTube, посмотрел ваши каналы. Ну, в принципе, я могу сказать, что вы движетесь в правильном направлении, потому что, мне есть чем сравнивать. Я в двадцать первом году очень критиковал, значит, канал от АТР, есть такой у нас крымско-татарский канал, на содержание которого, на содержание которого государство выделяло два миллиона долларов в год. Вот. И у меня была целая серия публикаций, где я показал, ну, что эти деньги там просто распили, ну, как бы, воровались, потому что эффект был минимальный, там, самый, самый лучший эфир у них набирал, ну, меньше, чем у меня самый плохой эфир в тот момент, когда у меня было, там, на YouTube 1070 подписчиков, там, да, вот. То есть, они при бюджете в два миллиона долларов просто имели, там, несколько тысяч просмотров в лучшем случае, и это было смешно. Я пошел вот сюда, сейчас у меня даже немножко больше, чем у Белсата, подписчиков, четыреста семьдесят, четыреста шестьдесят три тысячи, а у меня четыреста семьдесят четыре, по-моему. Вот. И я пошел посмотрел, вот в каком направлении вы движетесь, ну, по-моему, все неплохо, потому что у вас много нишевых каналов. Я смотрю, что Белсат Хистори, там, достаточно много просмотров, там, миллионные охваты есть, там, Белсат Лайфы тоже очень много набирает. То есть, в принципе, вот как профессионал, я могу сказать, что, ну, у вас ведется работа, и у вас есть результат на лицо. То есть, есть охваты, есть ниши, есть системный подход, это кидается в глаза. Вот. Поэтому, кстати, вот какой бюджет был Белсата в год? Сколько государство тратило на его поддержку? И зарабатывал ли он что-то на рекламе? Я так понимаю, что, допустим, в Беларуси, там ничего не возможно. Там абсолютно все рекламодатели очень боялись, так что, ни, 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 ни ни, ни мы не может żadных шанс на рекламу, на рекламу. Так что мы были вылочнее на И Беусат есть до той поры только на дотациях. Это главная дотация страны, то есть МСЗ-полского. Польская телевизия публика, особо, из бюджетов. Также мы дотации, деньги от Американского Департаменту Стану. Но это не большая часть. Беусат, кажется, не меньше, даже не 10%. Это меньше, около 5-6%. То есть уточный бюджет, чтобы говорить, не знаю, в какой валюте его представить, но в прошлом году могу сказать, какой был, только еще додам, что здесь почитали, что он за 60,470, но наш канал русско-язычный ВОТАК Беусатский имеет 1,2 млн. subsкрыбентов. Так что это тоже один из этих портфолио каналов. Возьмите. Но обратно до бюджета, то бюджет тоже не малый. То есть бюджет был в прошлом году, так могу сказать, в прошлом году был 73 млн. ВОТАК. Ну, то, 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 то есть около 15 млн. миллионов евро, что-то такое, так, примерно 14 миллионов евро, что-то в этом роде, так что 73 миллиона зл. И это как бы утримало уже все, потому что там мы три портале интернетовые, русско-язычный, бяло-руско-язычный, и они имеют разные трещи. Мы мы, во-первых, это тоже очень важно, как мы возьмем Deutsche Welle на przykład, то в огромной части трещи в том, что они как-то там в версии языковых, в версиях языковых, но не так очень. У нас это совершенно разные порталы. Портал росско-язычный и бяло-руско-язычный, это два разных портала, и еще до этого есть портал полско-язычный, который, я думаю, что это очень важная часть нашей работы, потому что мы информируем полков о том, что происходит в поле, как это в поле говорит, на вшеде. Но в каждом разе это действительно спора, спора людей из этого корыста. Так что, так что, ну, бюджет есть дуже, но в поровнании, для поровнания, что могу сказать? Полска телевизия публичная, czyli Полска телевизия пањстова, или как ее назвать, имеющая там много каналов, то есть огромная, огромная телевизия, она была в прошлом году понад 2 миллиарды, 2 миллиарды, 2 миллиарды. Мы с этого имели 73 миллиона. Так, менее, выглядит она пропорция. Так что мы были очень тани, в поровнании до того, что резьта выдавала, или резьта выдавала деньги, то это был стосунково тани канал. Так могу это описать. Так, я, напевно, резюмую трошечки украинскую. Так, для украинских глядачей трошки невеликое резюме. Вот, то пройдусь по нотаткам по всех, как бы, ремарках. Пані Агнешки, ну, безумовно, что качество потребует денег, и все это можно было, можно было, как бы, сидячи в комнате у себя что-то снимать, и это будет тоже интересно, но качество телевизия потребует инвестиций, и ось бюджет, власне, более 15 млн евро у каналу Беллсату був, когда пані Агнешка им керувала в речных. Но это не так много. Это где-то 70 млн злотых из 2 млрд злотых на загалом ТВП. ПДТ, тут пані Агнешка не перераховала в евро. Кому цікаво порахуєте. Ось. Вона зазначає, в чому проблема, Юрій це підтверджує, що телебачення, яке вещає на закордон, воно не приносить виборців, тому що дивляться його глядачі в інших країнах, які не йдуть на вибори в цій країні. Відповідно, для таких локальних, містячкових, політичних цілей воно не дуже підходить, і тому воно страждає від політичних інтриг у Польщі. Про це ми ще поговоримо. Тому його і хочуть скорочувати, бо воно так невигідно політикам, які думають про наступні вибори. Ось. 500 тисяч підписників з Білорусі на каналі, близько мільйона 200 тисяч на російськомовному каналі, переважно з Російської Федерації, також з інших країн, де дивляться російською. Наприклад, про Крокус був знятий фільм, його переглянуло 1,2 мільйона 200 тисяч переглядів він набрав на російській мові. Також вона, пані Агнєшка, відзначає, що в кожній частині, тобто в кожному мовному сегменті, а є польський, український, білоруський, російськомовний, по-моєму, англійськомовний сегмент, йдуть дещо різні вмісти. Тобто це не просто перекладений вміст на різних мовах, а це кожен канал, він як би аутентичний. І загалом є 12-14 ютуб-каналів у межах холдингу Bellsat. Ну, і я, як медийщик, опять-таки, повторю, що це, це, ну, це виглядить достаточне впечатляюще, ну, це виглядить впечатляюче, тому що таке кількість проєктов і таке кількість просмотров, воно, в принципі, за цю суму, ну, более чем, вполне, вполне адекватно і, по мене, достаточно эффективно, исходя з інтересів польського государства. Паня... Паня Гнашко, у меня такой вопрос. Вот на этом фоне, на фоне того, что Польща вдалося реально построить свою такую внешнюю, ну, внешнюю медийную империю, да, как, условно говоря, та же Россия, допустим, противодействовала этому, то есть Россия работала на то, чтобы как-то купировать вот ваше вещание в указанных странах? Россия и режим Лукашенко. Да, и Лукашенко, конечно же, и Лукашенко тоже. Ну, що ви маєте в виду, как Россия противодействовала? Я думаю, що противодействовала, она не... Работа, ну, мешала работе журналистів, то есть, условно говоря, не пускала журналистів на території работать там в Росії. А, да, 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 да. Ну, да. Так, то есть, значит, то есть, то есть, что... Это вообще был огромный проблем. Значит, мы в этой филии в уголе практически не мами ядных журналистов в Белоруси, то есть раз. В Роси, ну, тоже не мами, ядных журналистов, там еще И еще мы вместе 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 с Россией, они тоже в огромной большинстве не выступают, хоть часто это случается, это невероятно, но это очень важно, но это очень не безопасно в этой времени, потому что сразу идёт артикул о дискредитации армии или что-либо этого типа. Если говорить о Белорусь, то в этой времени в бiałорусских więзениях, чтобы я получила, 14 наших сотрудников, 14. Они на разных этапах, уже по вырокам или в тракте. В засаде в этой времени никто, это огромное, такое fundamentalное, что-то, что вы можете сединить. То есть не на два недели, только на лета. Которая, которая имеет самый высший вырок, это девочка, которая релакционировала протесты еще в 20 году. Она достояла najpierw 3 лет, а потом ей еще добавили еще дополнительно и она 8 лет до отсидения. В этой времени уже седини 3 лет от этого времени. Она 30 лет скончила в выживании, эта девочка. Потом kolejная коллега, то есть представителька полской телевизии на Белоруси. Была этаповая работа телевизии нашей. Ирина Слаwnикова, 5 лет. Потом мой współpracownik, мой приятель, блеский współpracownik, jak я еще работала, jako koresпондентка на Белоруси, то 6 лет достоин. Ну и иллющи, иллющи, иллющи коллега, 4-3. Иллющи, как я говорю, есть в этой филии одна, более-менее, половина всех гнезионных джинникарз на Белоруси с джинникарзами Биусарту. Так что там, то действие в этой филии явне там, либо в уголе действие там, есть несущественно утром. Это супер, супер, дискретна справа. В последнем часе, в последнем часе, даже был даже процесс, в этой филии сказану на 3 лет, человеку, который занимался выручнее помощью. Он просто тем, кто уже седает. Он просто вспомагал те особи, там, возил, а помочь родинам. И теперь достоин вырок 3 лет. Так что так выглядит represейность этого режима. В смысле, трудности działания, то есть огромные. По-просто огромные. То, что наши джинникарзе в уголе встани еще здобавать какие-то информации, это действительно чудо, я думаю. А то, что мы зналили, например, каких-то людей мы находимся в России, которые нам присылают эти материалы, ну, как-то так это происходит, но я думаю, что это действительно большое осуществление. И это очень трудно. Это очень трудно. В этом смысле могу сказать, что и режим Путин, и режим Лукасшенки делают, что могут. Мы, как я уже говорила, на Белоруси, мы организация экстремистичная, мы организация экстремистичная, в России иностранный агент, хотя мы в ogóle не в России, поэтому я не знаю, почему мы можем быть иностранный агент, но так они себе мыслили, иностранный агент. Хотя, как мы говорим, мы в ogóle не jesteśmy в России, так как мы говорим, мы продаем из России, мы не имеем там бюра, так не знаю, на какой основе мы можем быть иностранным агентом. Но так себе мыслили, что, конечно, также может быть fatalными, иностранными иностранными для наших сотрудников может быть. Так что это очень безопасная работа. Так я бы сказала. Посмотрите, поскольку вы были и ведете вещание на восток, значит, Беларусь, Россия, Украина, страны Балтии, то вы прекрасно понимаете контексты, в которых работают медиа, и прекрасно понимаете медийную политику России и Беларуси в том числе. И вот сейчас я просто наблюдаю, как Польша просто оказалась на протяжении последних нескольких месяцев под мощнейшим, под мощнейшей атакой россиян, потому что, ну, такой вакханалии, который сейчас творится в польском фейсбуке и в других социальных сетях, ну, я просто никогда не помню. Я достаточно, достаточно давно наблюдаю за за польским фейсбуком и за польскими медиа. Вот. И, собственно говоря, во многих аспектах я вот смотрю, как польские граждане втягиваются в дискуссии, как ими манипулируют. Мне кажется, что Польша просто не готова к такого масштабу вот работы российских ботов, ботаферм, значит, тех нарративов, которые они проводят. Я уверен, ну, я знаю, что россияне активно вербуют для такой работы в том числе и самих поляков, молодых поляков, как бы там в том числе. И случаи, мыслящая часть нашего общества интеллектуальная, как бы там, но они имеют понимание того, что вот, 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 вот эта вот информационная атака, вот так вот работает ботаферма и как, по каким критериям отличать, значит, ботаферму от реального человека. И, вот, как вы думаете, в принципе, насколько Польша способна быстро адаптироваться вот к этим реалиям и перестроиться, исходя из потребностей защиты своего информационного пространства? Потому что, если это не произойдет, то, ну, кто гарантирует, что гибридная война в Польше не произойдет по тем же лекалам, по которым это произошло в Украине? Зачем。 Угу. Ухар. Ну, они очень сложные. Задачи, они очень сложные и мы мы не готовы, абсолютно. Готовые и паинствовые структуры, которые не готовы до того, абсолютно. Мы и то, это практически независимо от ряду. В России не ма на, не ма, виде, че, че, че интернет ест в тей хвилі таким, че са такие цикі пола, на пред Offertня. Нет ничь хорды и ровно низкие хорды, ничь хорды росыських троли знамойцего рода и что они которые потом поцелают за собой нормальных людей, вполне реальных людей. И в этот способ, например, какой-то хейт, или какие-то эмоции. И в Польсе не имеет до конца этой уверенности. Есть очень большое привязание до волности слова. Волно, каждому волно говорить. Есть тоже, конечно, замилевание до оригинальных ствердей. Как все говорят, когда кто-то говорит, что-то очень интересно. А может так и есть? Скоро то оригинального оригинального сказал. Я, примерно, много лет работаю в медиа, я уже знаю, что какая-то тенденция не знаю... Помогаем Украинцам. То за хвиле кто-то вручает и говорит, а зачем вообще? И нагленно, потому что все, ну так, так, помогаем. Треба помагать. Треба, треба, треба. И нагленно все, зараз, зараз. А может он на раке. А почему? И в тем самым моменте это начинает начать отвертать. То есть такие механизмы медиа, которые досконально используются через эти фермы. И то есть... Образ в Польше есть еще сложный. Я думаю, что так само это было в Украине. Так себе это выражаю. Он еще сложный через то, что фермы ботов в этой хвиле в этой хвиле использованы в кампаниях политичных, в Польше. По-просто называется это PR и называют это фермы пиаровые, паблик релэшн, а это не пиар. То есть обычные хвиле и обычные фермы ботов. По-просто. Ораз люди, которые заводово по-просто себя этим занимают. Сидzą за какую-то оплату, за какую-то оплату. И сейчас, потому что этот образ ценности этого медианого фронта есть скомпликованный через то, потому что я сейчас точно сейчас писать на фейсбуке пробуем отражать из-за разумеетов хейтеров, которых я мам. Мам невометно до-циния з-ломащ хейтерами. Мам, постановила скатегорызовать, какого-родзайу это какие-то хейтеры. Кто это есть. Какого-родзайу боты, какие-то эмоции с возбудзаны. И видя, что это из-за 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 идёт паро-сестей. Видzę, że to są z grup, z pewnych, z niektórych partii politycznych po prostu grupy ich zwolenników. Także to bardzo jest w tej chwili skomplikowany obraz. Polska nie jest na to zupełnie gotowa. Bardzo słabo się spisują służby. Tutaj miałam takiego kolegę, dobrego kolega, mam wciąż jeszcze, który zajmował się między innymi wyłapywaniem tego typu, tych rozmaitego rodzaju, jakby to powiedzieć, tego rodzaju narracji, narracji w sieci i śledzeniu skąd ona się bierze i dlaczego. I naprawdę on był, znaczy amatorsko on to robił, to się nazywało piąta kolumna, piąta kolumna w Polsce, piąta rosyjska kolumna w Polsce. Taki był profil na Facebooku i on naprawdę to robił bardzo dobrze, ale był całkowicie osamotniony. W zasadzie służby tego nie, ja nie wiem co one robią, powiem szczerze w tej kwestii. Naprawdę nie wiem, wydaje mi się to wszystko razem bardzo dziwne, bo jestem przekonana, że to można, że część z tych IP można to wyśledzić, część można, być może, oczywiście pewnie zapobiec temu nie jest tak łatwo, ale coś myślę, że zrobić tutaj można w tej kwestii. Ale, na pewno jest to bardzo, bardzo trudna sprawa i, na pewno, Polska nie za bardzo do tego przygotowała. Wczorajnie. Ja krótko straszcze, po-ukraińsku. W Białorusi zaraz siedzi kilku ludzi, żurnalistów, 15 było ludzi, którzy siedzą z Bellsatu w wjazdnicach. I najbardziej otrzymała dziewczyna 8 lat w wjazdnienia za to, że ona pracowała na Bellsat. W Białorusi w zaznanie ekstremistyczną organizacją, w Rosyjskiej Federacji – innoagentem. No i, відповідno, nie ma javnych jurnalistów, którzy by na прямą dla Bellsatu odkryto pracowali. Chociaż są ludzie, którzy tak czy inaczej zniemują jakieś video, robią jakieś materiałe na zamówienie Bellsatu i przekazują go. Oczywiście, wszystkich sekretów nie będziemy rozkryć. Щo do botów, bezumówno, Polska jest nie gotowa. Poliaki słabko rozumieć, коли вони mają do sprawy z botem, коли вони mają do sprawy z żywimi ludźmi. I panie Agnieszka już kategorizuje swoich haterów u siebie w społecznościach, які są botami, bieloruschami, rosyjskimi, внутrішньo-polskimi oponentami – też ciężka боротьba. I, jakby, все це тяжко. У Polskie, тільки зараз, починає все це осягати. Ну, від себе хочу додати, зараз, слава Богу, YouTube дуже швидко видаляє хейтерські коментарі. Якби він бачить, що вони повторюються, і вони потім зникають. І хоча б це вселяє надію, а надію на те, що польські якось, та й наші глядачі це швидко вчаться розрізняти, але вони невеликі. Далі, пані Агнєшко, мам такого rodzaju питання, бо я вчора oglądałem wywiad з «Express. Super, я myślę» kanał, і там пані мовила, що в 2020 році, коли була така проба революції на Білорусі, що дуже зросло глядає і засінку Білорусі. І теж по 22, по 24 лютого 2022 року, по атаку на Україну паніоноскалову, паніоноскалову, теж дуже починається розуміло розуміться, якби, оглядання Білорусі. І хто сі ці люди, і з яких країв, якби, ну, в 2020 розуміємо, то є Білорусь. В 2022, чи то йде, о Україні, о Україні, які глядають Білорусі, чи теж росіяни. І теж в 2023 році бюро Білорусі в Київі. Теж попрошу поговорити о той хістерії. В 2020 році, то, właściwie, я то мовила, мовила о той, що часами по ліцзбі субскріпцій, ліцзбі підписчиків на каналах ютубових можна ствердити, які сі настрої споћні. Теж вітаєш, чим сі люди інтерсуј. І я то, що щось в Білорусі буде з'юздач, зазивалася по тому, що нам гwałтавні взросла субскріпція на нашим нашим білорусім на каналах ютубових. І то сі ся зацяло, мейнці, в којцівці 19 р. Вітаєш було, що там щось є вже споћні не так. Я, ко виєцей, я розмавілася з поліскими децидентами, дуже всісокопоставеноїми особами, які подавали то в вонплівощі. Они не верили, они говорили, что будет то самое, что всегда, выберут Лукасценку. Я говорю, что не, это на певно не будет так, потому что я уже вижу, что там что-то случилось. Но они через дуги час тому не верили, только когда увидели, то оказалось, что действительно мы решили. Ну а что дальше делалось? И сейчас так, первые российские виды из России появились у нас в тракте Белорусской революции, потому что там много людей интересовало. Может потому, что это было подобное, что Белорусь до России, что может быть какие-то надежды. Я помню, что КАЦ такое что-то пригласил, например, этот блогер. Поэтому, что мы помним о этой Белоруси, так что невероятно, что им интересовалось, но, действительно, больше всего нам было на российских каналах на российском языке по 24-летнему. И это были, и это были, и это было, и это были, и это были во-взяли с Россией. Это были во-взяли с Россией. Это более 50% видов на этом канале российском языке. Так что видочно из какого-то поводу выбирают нас, не иную телевизию, не какие-то там уже выборы, что там могут еще иного выглядеть. Настает еще время, могут oglądać, могут еще что-то, но в каждом случае на певно тоже выглядят нас. Если chodzi о видзов украинских, то нам помау начало, она себя в миру стабильнее утромает, хотя немножко роста нам, количество этих видов украинских нам росло. То было в околике килкунасту процентов видов, это видови украинские. И я была такая концепция, которая была очень интересная концепция, в рамках улучшения państw соседских. Я никогда не думала, потому что были такие идеи, чтобы выйти на рынок украино-язычный, то значит, чтобы начать также надоать по-украинску. Мы проводим фейсбук по-украинску, это единственная вещь, которую мы делаем по-украинску. Но я дошла до внески, что надоание украинско-язычное, это без смысла, потому что это так насыданный рынок. Он перед войной был просто пресыданный, там было за много всего. И оно уже все дусило, те телевизии все дусили, по-просто. И в этом смысле я дошла до внески, что не мы, что шукать на украине-язычном. Что на Украине есть волность слова и есть, и не ма, что там бавить, в украино-язычный приказ, потому что уже сами украинцы его там сделают. Но если мы могли бы сделать что-то, и могло это быть интересующее и интересное, то думала о приказе росысько-язычном. Потому что дошла до такого внеску, зная, как бы, doświadczenie, черпят с doświadczenia, что принаеме на следующем 20-25 лет, будет еще на Украине целая, dużа группа людей, которая будет привязана до спорывания, то есть так хорошо говорит по-polскому, спорывание контенту, то есть пол по-polскому, пол по-ангельскому, спорывание контенту медиального по-россейски. Они привязаны до наблюдания информации по-россейски, до применения się opinиями по-россейски, просто они привязаны до этого привязаны. И будут иметь склонность до достижения этого типа приказа. И в этом моменте этого приказа на Украине есть достаточно мало. И в такой ситуации там есть ниша, в которую можно уйти, если бы мы еще более интересовали, также интересовались вопросами украинскими, не только войной, но и тоже, что это очень сложно, потому что на Украине есть такой сам бааган политический, как и в Польше, а может сейчас только, что там еще далеково есть война. Так что я всегда утверждаю, что под этим взглядом мы очень подобны для себя. Но в принципе, но и в принципе, что это интересный помысл. И поэтому мы уже давно тому зашли это бюро. Потому что, во-первых, бюро нам нужно, потому что тут есть, трудно сейчас найти важнейшее место, правда, с точки зрения в Вскодной Европы, где-то, 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 значит, важнейшее поле информационное в Вскодной Европе, но важнейшим есть Украина, а в связи с этим, где-то, 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 что-то, где-то, где-то, что-то, где-то, вообще процент вот сегодня в Польше смотрят телевидение. Потому что в Украине происходит такая коммуникационная революция, поскольку по объективным причинам процент зрителей телевидения просто резко упал, все ушли в социальные сети, в YouTube. Ну, то есть, как бы, YouTube сегодня является очень важным источником информации, такой длинной, да, то есть, как бы, все, что касается каких-то серьезных тенденций, это YouTube. А то, что касается оперативной какой-то ситуации, это Telegram. И, ну, практически все украинцы сегодня черпают какую-то быструю информацию из Telegram, и Telegram превратился в серьезный источник информации, несмотря на то, что там есть, как бы, корни российские, там, и так далее. Но, в принципе, очень много Telegram каналов украинских, проукраинских, которые ведут политики, там, журналисты, там, и так далее. И в этом плане, конечно же, ну, украинское общество, оно гиперинформационно. То есть, как бы, я когда смотрю на Западную Европу, на Польшу в том числе, то я понимаю, что мы находимся просто в другой реальности, потому что, ну, скажем так, Украина — это пионер постмодерна в этом плане. Тут мы опережаем, мне кажется, многие страны. Вот. И вот этот коммуникационный поворот, естественно, у нас он был ускорен, катализирован из-за войны, но, в принципе, это все разворачивалось еще и перед войной, даже перед 2014 годом. Роль Фейсбука, например, в Украине, она абсолютно другая, чем на Западе, как бы там, да. У нас Твиттер никогда не имел таких позиций, как Фейсбук, а потом как... А потом Фейсбук заменил Телеграм. Вот. И точно так же сейчас телевидение заменяют YouTube, потому что площадки, YouTube-площадки очень интенсивно развиваются. И, ну, как бы, миллионники, полумиллионники. Сейчас в Украине это, ну, как бы их очень много. Соответственно, вот этот вот коммуникационный поворот в самой Польше, он происходит или какие его характерные признаки, если он происходит, вот вы можете нам перечислить? Да, конечно. Конечно, конечно. Происходят. Ну, конечно, что так. Телевизор не смотрит. Телевизор не смотрит. Телевизор в засаде медиума наблюдален так повыше 40, а даже 50. Это 50 плюс в меньшем состоянии. Это, конечно, медиум людей старших в той chwили, Аczkolwiek вciąż еще, мимо всего, то есть медиум исходящим, то есть медиум исходящим, особенно в том, что телевизии информационные. В Польше есть сильные телевизии информационные, есть сильный ТВМ-24, есть Польссад News, есть Инфо, то есть информационная стация паинствовая. То есть такая целая группа. Но тоже третя такая, я думаю, революция. В Польссе в общем не знали, есть практически телевизии. Практически не знали, очень мало знали. Специалисты от ВСКОДУ его знают и используют. В Польссе в общем телевизии не используются. Но используются твиттер, а твиттер в скрайне сполитизованным. То есть такой плац, плашчатка, на которой авантуруются политические, такие кухорты, такие, те отдзялы. То есть, то там, то есть авантуры, которые они неустанны. Но если хочется быстро подать информацию, то они подают на твиттер. И тогда все дзинникары, которые там подписали, на твиттер, то, конечно, натихмиас эту информацию будут имели. И, ну, фейсбук, который через какой-то час был очень важным, такой тоже, полем, вымяны, вымяны такой, скоучно-политичной, то перестал бы быть, потому что Цукерберг о том, чтобы не был за очень важно, чтобы только человек видел своих 40 знакомых на каждый день, а рештой не мог увидеть. То есть, под этим генером, алгоритмы, очень сильно заждают эту роль фейсбука. Но, конечно же, и АИ, и Ютуб очень сильно выросл. Ютуб, Ютуб, это действительно важный. В этой ситуации, например, в Польше есть такое заживание как Канал Зеро. То есть, что появился такой 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 телевизии ютубовой, практически целой телевизии, с составом программом. Зато такой, как бы это говорить, интернетовый церебрит, спортивный дзинникарь, Кристоф Становский зато. И это развивается очень интересно. Очень интересно. Там есть разговоры на разные тематы бронжовые, то значит, конкретные. То о войску, то о экономии, то о политике. Есть какой-то программ satиричный, с программами такие лайфстайловые, плоткарские. И то есть в засаде в формате такой такой телевизии ютубовой, как бы я сказал, этот Канал Зеро. Так что в Польше так, так, точно этот процесс тоже отбывал, хотя бы не в таком темпе, конечно, как на Украине, с причин очевидных, с причин очевидных, с причин очевидных. И также с таких, что в Украине была такая ситуация, что было ту же перед войной, этих стаций телевизионных, так как я сказала, было за много, они были слабые, они были утроманы, ващественно, в зависимости от каких-либо интересов и власти политической. Они не были, они не были, они не были своего, так на правде, реального вида до конца. Поэтому очень легко тоже могли его страдать. Как только наступили какие-либо замахания, то было понятно, что они с этого, что они будут иметь большие трудности, если бы они даже могли поднять, то они будут иметь трудности. Такой вопрос касательно украинопольских отношений. Вот в контексте вот этой всей войны вокруг, значит, забастовок фермеров, блокирования границы с Украиной в Польше. Перед этим был кризис, связанный с перевозчиками. У вас нет ощущения, что информационный фон и в Украине, ну, в Польше, прежде всего, и в Украине это произошло, я могу об этом сказать, это уже на уровне социологии фиксируется. У нас был Лукаш Адамовский, который это подтвердил социологически, что, в принципе, вот дискурс внутренний в Польше относительно Украины, он, ну, стал как бы токсичным, да, в какой-то степени стал токсичным. И в вашем понимании, насколько это может серьезно, ну, скажем так, внести такую деструктивную лепту, деструктивную линию в отношении между нашими странами. Потому что, мне кажется, что все-таки мы находимся в такой ситуации и Украина, и Польша. Украина, конечно, в большей степени. Польша в меньшей, но, тем не менее, уже очевидно, что польская элита приняла для себя решение, что, и Туск об этом говорил, что Польша может стать полем битвы, и нужно готовиться к войне, которой абсолютно большинство поляков, ну, как мне кажется, не готово. Потому что очень тяжело воспринять, как бы, что твоя страна может оказаться в эпицентре больших таких и тяжелых событий. Вот. И так вот, мне кажется, что для Украины и Польши, ну, крайне важно удержать, как бы, позитивный дискурс в отношениях. Поскольку, иначе, ну, если не противодействовать тому, что делает Россия в информационном польском пространстве, вот, и если просто допускать какие-то чрезмерно эмоциональные оценки наших отношений, то, ну, мы можем столкнуться с тем, что в Польше будут проблемы, связанные с оценкой Украины, и в Украине тоже появятся эти проблемы, которых не было до последнего момента. Уже появляются. Уже появляются, да. Так, я себя очень подозреваем, скажем, что я очень подозреваю. Я очень подозреваю, что здесь, парадоксальне, это можно не подозревать, но такой, парадоксальне, такой, позитивный эффект войны был. То значит, что эти стосунки polско-украинские вошли на naprawdę очень очень хорошо уровень. То значит, что это, в результате, не только уникало с войны. то выникает уже из многих лет ближайшей знакомости, из-за того, что Украинцы работали в Польше, уже через несколько лет работают. И мы привыкли себя до того, что это сами люди, правда? То есть взаимная знакомость, взаимная, очень помогает здесь. То есть взаимная знакомость, не видя не знаю кого в этом соседе, только видя по-просто нормального человека, такого самого как ты. В дополнительном случае это навязывало, еще эти гастарбайтеры украинские, это навязывало до восприятий политики, потому что очень много Polаков работали в своем времени, где-то на Западе, работали в Немчиках, в Станах, в Швеции, в Великой Британии. На Змываку, тут, Увдзе. В каждом разе, очень много людей было такие воспоминания, и это было достаточно хорошо приятное. Каждый понимал, что так это просто, говорил. И потом, потом, та война споводовала такой выбух «Солидарности», потому что было, действительно, очень повсёхное, как бы, такое, naprawdę повсёхное поколение в СССР, что в каким-то смысле, здесь надо хорошо знать, как бы, как бы, mentalность полоска и тоже историю, чтобы создавать справу с тем, что в Польше есть такое глубокое przekонание, что, в принципе, это мы должны быть, на певно нас снова заатаковать, снова Те Польске заатаковать. Что по, по, как бы, Другой войне святовой, и по этих всех, в следующих, там, розборах, потом, первой войне, второй войне, там, двадцатый год, то есть, военно-полско-болшевика, в двадцатом году была, когда большевики под Варшаву под Варшаву, потом, ну, были часы, когда в Варшаве писали по росыску, этого тоже уже никто не знает, но было так, что все написы были только по росыску, поэтому, потом, Другой войне святовой, то, может быть, не Росиане, но, разом с Немцами, Немцы были тут главные, и то приконание Полкова, что снова, о, зараз нас снова нападут, снова нам что-то злого сделают. И, тем разом, мы с таким, немного преражением смотрели, а то не нам, то им работают сейчас, то сейчас Украинцы, то, что делают то самое, что нам всегда, не хотят им позволить жить нормальнее, не хотят позволить, чтобы они жили, как хотят. И это было очень глубокое зразумение, на самом деле, на уровне, просто, довольной экспедиентки, довольной склеповой в склепе, по-просто, у пани спредавчини. Это было глубокое зразумение этого. И стучно была такая позитивная эмоция. Сейчас так, в моменте, конечно, когда здесь есть очень много, потому что в Польше есть очень много Украинцев, очень, очень трудно сказать, около 3 миллиона, трудно сказать, сколько на стае, без прервы, эти контакты тоже есть, целый час людей есть очень много. И одновременно проводятся какого-то подобного динаминовата. А она тоже весь час начнала быть официей. На початку ее не было, а потом начала быть так всочна помаленько. Ну то, конечно, она зискует, как бы то говорить, зискует такое ухо, потому что хотя бы из-за чего-то из-за чего-то этого доброго, уже хорошо, что мы помогали, все хорошо, уже старается. И тут есть такой натуральный человек, что-то отверт от этой ситуации. Прошли мы в ту, а сейчас мы в другую. Но опрошу этого достаточно спрытно 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 на уши в несколько пунктов, которые будут вражливые. Вражливые пункты это всегда деньги. Они достают, вы не. Почему они столько достают? Конфедерация. Остатно, дословно, на тиктоке выступление Кристофа Босака, сефа партии Конфедерация, посла, вicemаршалка Сейму, который что-то выгласил. Ну так, помагать, хорошо, но почему достают то самое, как полцы? Такие самые привилеи, тут, тут, тут. Ну и то, конечно, от разу в людях буди заздрость, зависть. А почему? Потом есть конкретные проблемы, которые не конечне, даже связанные с Украиной, как бы это не было дивно. Я сейчас сама хочу сделать такой материал дот. Т. 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 Промедит. Т. Кромедит. Т. Украин. Т. Украинский. Так. Т. 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 в поле спрятаю. В альбарии, в то время, эти полторы находятся с найсмайшими регулировками нарисоваными из Брукселя, действительно так у Европейской области очень высокие требования, которые Брукселя нарисованы, но это не конечный венитирование с Украином, поэтому в конце есть отражать те две вещи в каждом разе я я думаю, что действительно это противодействие этим негативным стереотипом и то есть по обу сторонам очень важно потому что мы можем, потому что под какими-то взглядами это достаточно подобные народы. Под взглядом, я бы сказала так, я когда-то, я работаю с много времени с билорусами, украинцами, россиянами, я могу сказать, что есть такое, как характер народовый, то значит люди очень разные, конечно, все очень разные, но такие с тылу головы какие-то взорки захований, взорки того, что считаешь за нормальное, а что не считаешь за нормальное, до чего отводишься в способ автоматичный, и так складывается, что и Полцы, и Украинцы имеют какие-то подобные вещи, оба оба народы такие, что легко запалывают, правда, и то недобре, и тут недобре, потому что это очень 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 можно, что так скажем, значит, как бы одна ворогость подсца другую, правда, то значит что-то что-то говорит, что-то мы сейчас тоже будем говорить что-то но они о нас говорили, то мы о них тоже будем, но они говорили, а то мы будем, и так навзаем. И этого не может быть конец. То есть такая ситуация. Так что, я считаю, что поконание этих справ, это несущественно важно, что такая операция в СССР, в СССР, в СССР, где мы имеем большую границу лодовую, и ту низинную границу лодовую, она действительно фундаментальна с точки зрения опроса геополитичного. Так, я коротенько резюмую, лишь хочу додать, как мы с паном Лукашем Адамским говорили, что мы как родина, то в критической ситуации, как в 2022 году, мы очень интенсивно, ну, поляки, нам помогали, потому что была реальная, надзвичайная жизненная проблема, а когда уже трое воно затихло, ну, начинаются таки дуже голосливые родинные чвари, я сподіваю, что они так же и всплывут, как бы, швидко, как это и бывает. Коротенько резюмую то, что было сказано. С 2019 года уже паня Акнежка замернула внимание, что что-то будет происходить в Беларуси. Почали интенсивно нарощиваться перегляди и глядачи саме в белорусской аудитории, и, конечно, это продолжилось в 2020 году, когда в Беларуси происходили активные протесты. Потом очень активный прирост происходил в 2022 году, и больше, это идет уже саме про російськомовный контент, и больше 50% это из РФ, саме перегляди. Что до Украины, паня Акнежка, до вторгнения российского, не думала сильно входити на рынок, потому что он и так был пересечен. Сейчас, безумно, когда есть телемарафон и, в принципе, уже далеко не такой пересеченный рынок телебачения в Украине, есть идея, ну, зокрема, паня Акнежка думает, что російськомовное телебачение, которое так или иначе протягом десятилетий будет активно в Украине оглядать, чтобы оно возрастало в Украине, и в это мог БелСАД, власне, скеровываться. Ну, мы поговорим про сегодняшние обстоянии БелСАД, а также внутрішньо-польской кризи. Что касается перехода от телебачения до социальных мереж, ну, безумовно, в Польщи это происходит трошки повильнее, чем в Украине, потому что криза медиа так не произошло сильно, как она произошла в Украине, но это тоже происходит, и после 30-ти мало кто смотрит телебачения, в принципе, и Facebook плюс-минус на таком же уровне популярности, может, трохи меньше, как в Украине, значительно популярнейший Twitter колишний, теперешний X, и так далее. Ну, то есть процесс идет. До войны было очень много украинцев у Польщи, и, соответственно, всегда знали поляки, что есть украинцы, это наши, как бы, соседи, и поэтому адекватное отношение до украинцев еще до Великого вторгнения было. Зараз есть небезпечная тенденция этих антиукраинских трендов, но, как мы уже сказали, это можно подолать. В принципе, базовое чувство, и про это паня Агнешка говорит, есть народный характер. Он у поляков, у украинцев, у белорусів достаточно близкий. Мы как-то эмоционально один одного понимаем, и в этом, я думаю, есть засада нашего понимания. Я хочу продолжить своим вопросом, перейшивши немного немного внутренне польских реалей, паня Агнешка. У нас наш глядач Данил Мошак, что вопрос как вы оцениваете журналістику в Польше, какой уровень расследований, подачи информации, правильности постановки вопросов, чтобы это не сходило на то уровень, который в Украине. Тут я хочу перейти до вашей особистої историей. Кілька тижнів тому вас звільнили з посади директорки Велсату. Как вы неодноразово зазначали, в дуже дурний спосіб з особистої помсти. Вчора сказали, в интервью це відбулося. И как бы чувствуется вот такой ну абсолютно дребязковый подход до речей, которые формуют стратегическую рамку польской політики. Тобто за вашими словами новая польская влада готова заради каких-то образ ставить под питание стратегическую рамку, которую Польша как держава так долго и интенсивно или нет деградации от польской элиты за последние несколько месяцев? И или нет в этом какой-то проблеск надежды? Скажите про эту историю коротенько, как произошло и что теперь с Белсатом? Очень много вопросов на раз. Очень много вопросов на раз. Первое вопрос о джинникарство в Польше. Очень плохо оценю джинникарство. Джинникарство по-русски нестъемно что-то заиндево председинивно что-то что-то где-то что-то что-то спрятать, что-то 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 комфортное то нужно копать в реестрах, то нужно разговаривать, и это занимает время. А написать какую-то такую sensację, что пан Х сказал о пану И, что он говорит ему, а он ему ответил, а что он на этом думает, что он сказал, что там-то сказал? И идёт там именно до политика и от рождения его ответил. А что он на это? А что он сказал, что он что-то сказал. И так далее. А я этого не слышала. А что он сказал, что он думает о том? И это значительно проще делать, чем рассказывать о трудной, вложенной ситуации. У нас я бы говорила, что через споры, в большинстве случаев, может сейчас уже так не есть до конца, но через длительный час то джинникарство было более политичное чем сами политики. Это было так. То есть так поделили джинникарцы, что были правицовые джинникарцы, так звали, которые sympathовали с предъем ряда, и опоциционные джинникарцы, которые сейчас проражуты для отмены. А это был очень важный подел. Так что я в этом смысле, что если это не изменится, если джинникарство не возвращается до какого-то разума, то будет очень трудно. Очень трудно, потому что формулирует опинию публично. И в Брунчерцы впровадят в бунт, потому что мы делаем такую ситуацию, мы делаем такое, что очень сложно сказать и сказать, что пан А говорит, что стул есть белый, а пан Б говорит, что стул есть чарный. А он не помалованный, он не помалованный, и ни один, ни другий не говорит правды. А если мы этого не сбадаем и не поведем, то скот будет читать, или вид будет виноват? Вид только будет виноват, что один говорит то, а другой говорит то. Но какая есть rzeczywistoсть, не будет виноват. Так что я вам не наиболее задание о польском джинникарстве. Уважаю, что это стоит в результате у наших проблемах политических. И один из элементов того, что это так выглядит, это неустанная волка о телевизию. Т.е. 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 телевизия публика не record queremos. Так что все это было на измене. Но теперь это была операция, кажуя-былая, очень крутая. Управильная очень трудно говорить на какой подставе правной. Уважаю, что на нижней. В основном висе и приним میрой телевизии публика. И в той власти не основных и власти не с оптиманы даже вирусами до садового. в уголе, то уже третий месяц не вписано, может останутся, но не знаю, на какой-то засаде, потому что концепция, что ликвидирует себя, что это проводится ликвидация спууки, потому что в Польше телевизия публично и радио публично, это спууки права хандрового, то есть, то есть институты, как бы коммерческие права хандрового, но не повоеванные физические, только на моке уставы. И теперь ликвидирование спууки, просто от так, ликвидирование, которая была повоана уставой, в связи с этим не можно ее ликвидировать, то есть, деликатно говоря, очень много контроверсийная справа, что в вообще можно что-то сделать. Но именно сейчас это происходит в этой времени, и это, конечно, еще погаска ситуация на рынке медиалном дополнительно. Что я могу говорить сейчас о своей справе, о справе Биусату? Я думаю, что это было так, что я до конца не потратил говорить, какие на самом деле причины страдочного уменьшения środков на Биусат. На самом деле не потратил говорить. То есть, потому что это выглядит на некомпетенции, то есть, что кто-то не знал, что это нужно. И говорили главным децидентам, что просто подрюцовано это. Ну, смотрите, сколько они имеют денег. Ну, по кое им tyle денег? За много. А, фактически. Ну, действительно, 8 лет тому имели три раза меньше. И тоже делали. А то так могло немного быть. Я, не знаю, что политическое политическое, я знаю, что некоторые решения в этот способ принимали. Не так, что поважные анализы, только так, что может сделать это. То есть, что это была такая идея. Быть может была там тоже, потому что всегда бюджет Биусату был в договоре между Министерством надправ заграничных, а м телевизион. Ну, и телевизия тем разом не вручила меня до этих договоров. Это по разу от 17 лет я не брала в разговорах. И телевизия запропоновала какую-то такую досыть за те деньги, которые МСЗ ма на разные международные надования, то такой такой другой больший полз. Весь английский по-ангелски, по-немецки, по-немецкому, только телевизион запомнила сделать анализе этой справы, и полицей, что это не возможно. И каждый человек, который хоть что-то кто-то что-то в медиах, кто-то за сумму, которая там была, которая была признана на в бюджете на ежедневные медиа на заграннице, то на Биусат бы старчало, а еще на пару других элементов, но на большую телевизию, великая язык, то не старча, которую нужно заострить от зера, англоязычную на додаток, потому что нативе спикером англоязычным не заплатит столько, как работникам Биусату, но нужно только два раза, так выглядит одна из концепций, что может быть, просто такую предположено, концепцию министерству и поэтому министерство это выбрало. Но зла, зла, зла ответ на то, такая, в которой бы я не хотела, чтобы это была правдивая ответственность, то есть такая, что ползка просто не хочет, что не очень хочет проводить активную политику, что-то, 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 что-то можно много, и можно оповидачь, можно говорить, а делать это что-то, что-то, я, за счетом, могу тут не помочь, потому что мне очень важно, потому что я действительно не покою, потому что видя, как на przykład, как выглядят, как выглядят заповеди дотомограды, 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 в общем-то, полско-украинской, дотомограды, 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 и это сейчас так и как это слабо идти на разе. Пока что может еще пойти, но на разе, на реалии, это очень слабо прикладывается. И это моя большая оба. И я надеюсь, что это не о том, что не о том, что полска просто считает, что это клопотливое проводить такие проекты, и по-кому это делать. Я надеюсь, что это не такая идея за тем, что это более некомпетенция стоит за тем. И сейчас так, в момент, когда уменьшено бюджет Бюлсату так драстно, я, конечно, я, конечно, начала протестовать очень остро. И в связи с тем, в связи с этим, нарисовалася, конечно, отразу сефовству телевизии, и кероникам телевизии, и в МСЗ. Одно же время было, что я уже работаю в телевизии 32 лет, а сефовом Бюлсату была 17 лет, то есть, что я буду слушать, как я буду слушать, и в связи с этим впадала такая мысль, что уже достаточно этого, то уже нужно Ромашевскую от этого отсунуть. И помысл повстал, что лучше будет, потому что очень трудно было мне было застопить в этом фильме ином Полаке. Поведение, что как я проводил 17 лет и еще разумные помыслы, то ином Полаке лучше знает, чем я. И лучше будет делать. И это достаточно рискованно. Мало кто бы в это уверовал. Но уже поведение, что это может быть Бярорусин. И лучше, чтобы это был Бярорусин. Ну, то, конечно, такое вытлумечение есть латвейшее до принятия. Ну, и в этот способ и в этот способ распространено пошукивание кого-то из Бярорусинов на сефа этой стации. Что, моим знанием, это не поразумение, так на правду. Учислимом, с точки зрения политики. Потому что это стация, которая, что так скажем, полско, 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 мягкая сила на встуд и, независимо от того, кто будет стоять формально, речь бюро, на целе стации, то тут приятели Бяроруси мои могут разочаровать, бо это и так будет решить полске министерство просто. Або за моим пощердницем, або за пощердницем кого-то, но они просто дают деньги и то они будут, так скажем, замахать музыку. Так się brutalно говорит, кто платит, замахает музыку. И так это будет выглядеть. Но в каждом разе тут таких изменений что-то, потому что я надея на это не догадалась, усиливано споведовать, чтобы я на собственную прощбу. А я уже сказала, что на собственную прощбу, это не. Пропоновано мне в связи с этим отправой. Мне залирано на разумах с министерством, которые бы заpeвнили przyszлость этого проекта, чтобы мы усталили, какая будет этого проекта, чтобы этого проекта не развивали. Но я думаю, что такие разговоры были важны. Главное запросило мне так злотый спад охран, а может еще и я остаточной этой отправой не принесли. И потом снова рассказала о всем и разумею, что постановилось на меня замести. И шеводство телевизии как это это было так как это выглядит. Я надеюсь, что справедливость успевает, потому что это не так, чтобы в 18 лет тяжелой работы было очень злой для других. это ваша история напоминает типично украинские истории в том плане, что в Украине тоже идет борьба за контроль над государственным телевидением, государственными медиа. И очень часто такие же мотивы используются относительно того, чтобы поставить каких-то своих людей на тот или иной пост. и собственно даже методы, с помощью которых убирают там людей вашего уровня, вот они очень напоминают. И в этом плане, знаете, вот можно сказать, что Украина, действительно, и Польша не так уж и сильно отличаются, потому что во многих аспектах это все настолько до боли знакомо. И в Украине на протяжении последних лет 15 складывалось впечатление, что, ну и объективно так оно и было, что Польша очень серьезно рванула вперед, и было ощущение, что элита польская, она тоже как бы перестроилась, вот она стала такой более западной, более рациональной. А вот в последние я тоже так мечтала. Да, да. Я так и думала. Да. А в последние годы, вот последний год особенно, вот это вот противостояние между ПИСом, там и коалицией показало, что, ну, собственно говоря, и в Польше есть эта болезнь, как бы вот, которая есть в Украине. И, собственно говоря, она своими корнями, наверное, еще туда, в первую речь посполитую уходит. вот, потому что, у нас очень много вот этих вот общих корней, и очень много таких родовых травм, еще с того времени. И, конечно же, было бы хорошо, чтобы мы, в конце концов, от них избавились. Я надеюсь, что по итогам вот этого большого глобального кризиса, в котором находится вся планета, и влияние, которого мы ощущаем на себе, что Польша и Украина преодолеют эти родовые травмы, и станут вполне развитыми, как бы, государствами, более, более развитыми, чем их соседи, и выйдут на тот уровень развития, который позволит нам уходить от обсуждения таких проблем. Большое, большое спасибо за то, что вы с нами поделились своим видением. Крайне приятно видеть профессионала, и, я думаю, что мы еще один, еще не раз с вами встретимся. Спасибо большое. Прошу. Прошу, я бы даже додал, пані Агнешко, если вы сейчас, я не знаю, как у вас там особисто, не имеете конкретной визии щодо наступного вашего профессионального життя, мы створим такий міжмовный майданчик. Давайте, может, разом сделать, у вас величезный досвид. И вы правильно зазначили, что на російськом мове будут в Украине еще долго слушать передачи. До чего мы прагнемо, и до чего мета этих міжмовных таких розмов, чтобы вчитись в українсько-польском формате, навзаим вчитись наших мов. Можно польские сериали показать, польские фільми с украинскими субтитрами. Я думаю, люди просто на слух, коли будут часто чути мову, они десь там за кілька месяцев Дима, это не задача таки, я тебе просто говорю, как более опытный товарищ, это не задача таких форматов, задача таких форматов вовлекать людей вот в именно то, что их действительно касается, и то, что их волнует. Но, я вот просто хотел бы, раз уже вывел этот дискурс, тут был вопрос от того, вот как наши гости видят возможность создания такого какого-то информационного хаба, который бы информировал жителей между море, да, да, потому что есть проект трех морей, вот, и в принципе он имеет определенную логику развития, но прежде всего экономическую, да, это видно, потому что делает Польша, потому что делают страны, значит, в которые входят проекты трех морей, вот. Но я сразу скажу, что это всегда вопрос субъекта, который понимает необходимость такого такого вещания, такого мовленя, б. ресурсов, которые даются на организацию инфраструктуры, вот как на Белсад, государство польское выделило, да, и поэтому ключевая проблема в том, кто является таким субъектом, это не происходит вот так вот, потому что хорошие люди там, Агнешка, Юрий там, Дмитрий, решили создать вот такой проект, потому что им кажется, что нужно нести добро, свет, как бы людям, и вот люди в едином порыве начнут это все смотреть, к сожалению, мир циничен, и приходится выгрызать место под солнцем, думаю, Агнешка здесь не даст мне сорвать, и, соответственно, для того, чтобы запустить подобного рода проект, нужно быть, с одной стороны, прагматичными, в плане понимания того, с какими трудностями придется столкнуться, а с другой стороны, реалистами, с точки зрения того, где ты найдешь ресурс, для того, чтобы это все вывести, вот как бы на такой, на такой, ну, на серьезный, реально на серьезный уровень, потому что проект уровня Белсата, это очень серьезный уровень, и 15 миллионов долларов в год, ну, это, если это не государственное, допустим, а коммерческое какое-то вещание, то это требует, конечно, очень, очень, очень серьезного, рационального, и системного подхода, ну, я прав или нет? Абсолютно, абсолютно, стопроцентно, так что, я думала, что нам, 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 нам удастся направить Белсат немножко в этом направлении больше, а как вы заметили, если говоря про мульти, мультиязычное вещание, это я очень хорошо понимаю, и по-украински, и по-русски, и по-русски, по-русски говорю, по-украински не говорю, к сожалению, но может быть, это только несколько недель, и уже бы заговорила. Да, да, вы как раз вот живой пример того, что, в принципе, такое направление можно развивать, и, ну, это все по силам, да, но я думаю, что в любом случае, хорошо, что у нас такой диалог установился, и мы будем поддерживать системный контакт, потому что мы институт Римория здесь создадим, там, и будем двигаться в этом направлении, там, и медийно в том числе. Да, спасибо большое, и будем коммуницировать. Да, вам тоже дякую, мы очень благодарим, что она до нас подошла, вы, 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 вы делаете невероятную работу, и, мы желаем тоже поведения во всех следующих проектах, мы верим, что она может сделать еще очень много. Спасибо всем нашим слушателям, кто до нас присоединился, кто писал, писали и украинскую, и російськую, и польскую, и англійськую. До речи, запрошу на мой канал «Цивілізація» подписаться, кто еще не подписался, обязательно на канал Юрия, там уже, ну, ставьте лайки, вы, в принципе, все знаете, каждый лайк – это 10 новых глядачей, я думаю, мы делаем действительно добрую справу, и святлые помисли, может так, в циничном свете не так легко переживаются, но переживаются. Дуже всем дякую, и всего лучшего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok